Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Через 10 лет совместной жизни мне изменил муж. Мужа почти 50, я на 12 лет младше. Трое малолетних детей. Познакомился он с этой женщиной, судя по фото, она его ровесница. Когда ездил, познакомился он с этой женщиной, судя по фото, она его ровесница, тут непонятно. Ездил с ней за границу, в курортную страну, мне сказал, что едет в Красноярск. Пока я сидел дома с детьми. Узнала случайно, увидела его фото с отдыха, которые он забыл удалить. Устроила скандал, сказала ему, уходи, либо я уеду к маме в другой город. Муж не отпускал, стал себя предстать, что нет никого, что это была чисто деловая поездка, что я травмирую детей, что я думаю только о своих обидах и о детях не думал. В итоге решила сохранить семью, но обиды есть, доверие ноль. Не могу простить, периода я ненавижу, хотя прошло 4 месяца. Как отпустить эту ситуацию? Ну, давайте мы с вами начнем, наверное, с самого главного. Мы с вами начнем с того, что вам больно. Вам больно. И это абсолютно нормально, что вам больно, что есть обида. Поэтому первое, что нужно сделать, это вот прожить ваши чувства. Вам это, вам это нелегко сделать, как мне, как мне, как, видится. То есть вам нелегко будет прожить свои чувства. Потому что вы, ну, на мужа переключаетесь довольно быстро. То есть, что это вот, что это муж виноват и так далее. Вот, поэтому в первую очередь то, что нужно сделать, это прожить вашу боль. Проживать ее нужно с психологом. Вот, предупреди... Сразу хочу предупредить, что это может быть для вас нелегко. Потому что создает такую, ну, скажем так, ситуацию для вас немножечко необычную. Ну, я бы, я бы так выразился. Вот. То есть это действительно вот такая достаточно необычная ситуация. Вот, где вы, ну, как бы, вполне можете чувствовать себя уязвимой. Вы можете чувствовать себя не в своей тарелке. Ну, то есть вот, в принципе, вообще, в принципе, неуютно. Да, и, соответственно, это будет мотивировать вас на то, чтобы, например, пытаться избежать, да, так, сбежать, переключиться на, ну, так скажем, более привычную историю, на более привычную, так скажем, состоянию. Вот. Например, как раз вот. Обиды на мужа. Злость на него. Вот. Это первое. Второе. На что хотелось бы обратить ваше внимание. Это то, что вы хотите сохранить мир. То есть, как бы, здесь у вас идет перенаправление, скажем прямо, идет перенаправление, значит, с мужа на семью. То есть, как бы, вот, с личности мужа, да, на семью. Это не очень хороший мотиватор для коррекции отношений. Потому что, если сохранять семью ради детей, например, идея такая себе. Как бы оставаться там, ну, в семье, ради детей, то, что идея такая себе. Вот. Потому что, вряд ли, дети, ну, ваши дети, да, будут счастливы, ну, если, как бы, родители их не будут довольны, не будут довольны. вот, ну, я имею ввиду, не будут довольны, там, друг другом, например, например. Вот. Понимаете, да? Поэтому тут важно заметить, на что вы ориентированы? На семью или на мужа? И если на семью, то какую часть себя вы в это вкладываете? Потому что построить, построить отношения и прожить кризисную ситуацию можно только, если вы будете направлены именно на личность своего супруга, а не на сохранение семьи. Вот. Кроме того, если вы, допустим, семью хотите сохранить, ну, как бы, из некой своей потребности, то это не добавит вам привлекательности в глазах вашего мужа, и, соответственно, не гарантирует того, что ситуация, которая произошла, не повторится. Дальше. У меня сложилось впечатление, да, что какая-то часть, вашей обиды на мужа, связанная с тем, что вы много времени посвящали детям. Много времени вы посвящали детям. вы посвящали детям. Ну, вот. А он, соответственно, ну, развлекался в это время. И у меня вопрос. Насколько вы счастливы сами по себе? Насколько вы счастливы в своей заботе о детях? если у вас своя жизнь. Своя, собственно, я имею в виду. Потому что, судя по тому, что вы устроили скандал и сказали ему уходить, либо вы уедете к маме, да, либо у вас уже на тот момент, на этот момент накипело, накопилось, недовольство, злость, либо у вас были конфликты с морем. И просто конфликты нашли выход. Ну, надо понимать, что то, что происходит всегда вследствие кризиса в отношениях. И, понимаете, если вы хотите сохранить семью, да, то вряд ли вам этот кризис интересен будет. Как правило, люди говорят о сохранении семьи, когда боятся перемен, боятся одиночества, боятся не справиться, ну, с какими-то вызовами. то есть оправдывают. Но если вам, если вы можете найти в себе, в себе, то есть, заглянуть в свое сердце, и найти в себе интерес к своему мужу, тогда кризис становится возможным преодолеть. и дело здесь, конечно, дело здесь, так скажем, не столько и нисколько в том, что сделал ваш муж, а в том, что глобально вас не устраивает. глобально вас не удовлетворяет. Это не имеет какого-то ну, прямого отношения к тому, что сделал муж. кто-то сделал муж, это следствие. Вот. Но не первопричина. И, соответственно, если вы хотите с этим разбираться, то для начала вам нужно, чтобы и вы, и ваш муж обратились к психологу, да, на совместную работу, для того, чтобы прояснить, ну, вот, прояснить, как бы, детали, скажем так, вашей истории, вашей ситуации, чтобы было более понятно. И вам поработать со своей на данный момент травмой, потому что измена это травма. Вот. И дальше уже можно будет о чем-то говорить. Вот. Понимаете, да? Как-то так, я думаю, можно. ответить вам, ну, как бы, на ваш вопрос. То есть, чтобы отпустить обиду, да, нужно с ней поработать. И в индивидуальной форме. Доверять. А доверяете ли вы себе? Ненависть. Это проблема самооценки. Он выбрал другую, а не меня. Со мной что-то не так. Ну, и совершенно очевидно, что вы не слишком сильно о себе заботитесь. Потому что вы не замечаете, например, того, что, быть может, вам с тремя детьми, как бы, тяжело. Да? И так далее. То есть, обиды формируются, когда человек терпит, 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 и потом, вот, как бы, его копится недовольство, и оно, так или иначе, находит выход. Вот у вас, в принципе, выход и начался. Если раньше вы, видимо, занимали позицию ведомого по отношению к мужу, вот, то сейчас вы занимаете лидирующую позицию. Ну, до тех пор, пока либо умудит чувство вины, либо чувство страха. Не стоит забывать и о том, что 50 лет – это вполне может быть кризис среднего возраста. Вот. Но вы бы об этом не забыли, если бы вам был интересен супруг. А от этого вы устроили скандал, то есть отреагировали скандалом. Говорит о том, что либо вам очень больно, и у этой боли есть причины, они не связаны с тем, что сделал муж. Либо у вас много недовольства, и это недовольство связано со способом выстраивания отношений. Вот. Я не знаю счастливых семей, где люди вместе только для того, чтобы сохранить семью. Ну, сами подумайте, вы семью ставите выше себя и как бы своего интереса. И я сейчас скажу не очень приятную вещь, но может быть муж в этом смысле поступил более честно, как бы признав, что интерес к вам у него пропал. Вот. Потому что то, что он забыл удалить фото, ну, это немного странно не находит. Много нюансов, которые нужно здесь разобрать, рассмотреть. Ну, в первую очередь, конечно, вам нужно снизить свой эмоциональный бонус. Вот, снять эмоциональную боль, которая сейчас есть. Вот. Это мешает вам смотреть объективно более-менее на то, что происходит. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Обращайтесь. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наш канал.